Девочка-пай 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 может 10%, максимально 15%. Аправда 10-15% это люди бездомные? Так, а решта это люди, которых не имеют ворунков до жизни. Сусть люди старшие, которые были поскодированы через лос, или странили работу, или странили здоровье, чтобы могла поднять какую-то работу, или они за дошлые, не скажем старые, за дошлые, чтобы поднять работу, потому что они не достают этой работы. Они имеют какие-то ренты, эмеретуры, которые не стараются мне на то, чтобы оплатить медиа, потому что они не имеют медиа в доме. Некоторые люди приходят и говорят «Дяки вам могу съесть горшую зупу, потому что я ехал два года назад, поэтому я ехал чесать хлеба, какие-то сухие, зимные еды». Как много людей приходят, то у нас начнет какой-то проблем, который есть, или нет. Однако так большая группа людей потребует теплого посилку, то есть чего-то, что есть элементарное, чтобы каждый человек каждый год мог съесть горожный посилок, приятнее один. Так. И так много людей этого не имеют. Так, так мы. Докладно. Показуем тоже, что так есть. Это вообще было, потому что люди спрашивают, в чем есть хачек, потому что это руха społecная. Не мы пани ксиаговой, пана дыректора, не мы организации, не мы какого-то места для удержания и так далее. В связи с тем, каждый грош, который есть пощадный тому, есть dokładно пощадный тому, чтобы накармить. Люди спрашивают, в чем есть хачек. Хачек, это просто то, что в нашем кошном крае есть люди, которые не могут съесть подъемного посилка. Это просто обычное. Люди говорят, что вы делаете, что вы делаете такие вещи. Это не есть великость, это не есть ничего великого. Это нормальный, это обычный отдых. Помогание это нормальное, обычное, обычное. Мы хотим inspirировать до помагания, мы хотим inspirировать людей, чтобы просто обещали себя до околи. То скажите мне, кто впадл на этот помысл? Czy кто-то седял когда-то, мысли, есть такая ситуация, или может было это а-про-по чего-то, или кто-то что-то увидел, подумал. Мы встретились с друзьями и поговорили о том, что есть такая ситуация, что в наших приятелах был человек, который, что-то отрвался у улицы и был очень трудный час. И планировали, что мы сделаем это от Нового года. Конечно, Ола сказала, что не от Нового года, мы это уже. Если мы говорим, что я сейчас первый, чтобы делать шалоны вещи. И, конечно, не имея ни злотовки, и постановились за два года выпустить первую зупу. Было это несамовое прожище. Но удалося. Так, смартфили и не выдали и не выдали и не выдали из-за пять может посиевков. Потом так уганялись каких-то студентов с эту зупу. Ходжи тут и съеджи зупу. Но уже тыдень поздней было naprawdę full людей на на плаку и и с тыгодня на тыдень гораздо больше. А как это сейчас выглядит? В этом моменте? Сейчас снова снову разгрыка еще. Не ма еще этой лости людей, которая была в убеглом году, но с акций на акции есть меньше. Как часто организуетесь? Организуем ко два тыгодни. В прошлом году шарпнули на организование того, что недели, но через то, что это волонтариат и каждый пощадься свой час волный и tyle, как можно. По четыре акции под ржем стремились, что это просто за тяжело. Трошечка энергия спада, не можем организовать необходимые деньги на это, организовать продукты, даже не нет времени выпочнуть, чтобы это хорошо сделать. Поэтому мы в прошлом году было два тыг, недели прерва, два тыг, недели прерва. В этом году мы в другую соботу. Если появятся финансы, то мы будем spontанно дорожать акции дополнительной поменьше. какие-то регулы. В этом году оказалось, что в этом году, это вообще из наших doświadczeń wynikло, что людям может быть может быть лучше приказать какой-то продукт, или купить что-то. В этом моменте они точно знают, на что выдали. Например, Пан Wojtek Гурицкий и он по-просто с акции на акции купит нам всегда те пластиковые натыния. Не можем подавать только фирм, в нашем программе. Подали мы название пана, а не фирма. И поэтому те особи как-найбардзе мы поменимаем, потому что люди, которые своими добрым, добрым волей, потому что никто этого не может. Конечно, что не. Но если кто сейчас смотрит и хотел бы в какой-либо способ, или финансировать, то есть такая возможность? Так. И нам поражать готувку, то есть деньги, которые есть, потому что тогда легче логистически мы можем купить продукты конкретные на то, что хотите угодить. И например есть такой план, что сделать например гуляжем. Почему гуляжем? Вогу гуляжем гуляжем. Это не это вопрос промышленности или стиле. Это по-сторожному людей, которые приходят, которые не едут ниженые, или не едут ниженые ниженые. Мы не готовим рецептами. Это тоже могут быть тяжелым ниженым, 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 что эта гетарианская будет лжевая, смачная или смачная даже. В связи с тем с тем мы хотим и вызвать для нас например гуляж гулаж 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 удалось в момент, в котором продукты, которые могли достоять от гулаж 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 в другой день свят сделать барсш с бирогами, с ушками. Барсш с ушками. Размавляем уже с едной фирмой, которая спросила себя, сколько этих ушек. Я говорю, что тысяча. Это такие улочки просто. Это просто вопрос, если кто-то знает, что продукт может быть придачной, вг. даты на опаковании, придачной 5-6 дней, он знает, что это не спрета, а не может пустить это дальше, потому что есть переписы, то в момент, когда выпадает даже последний день на неделю, а мы его день впереди, в субботе, можем его нормальне, свободно, легальне, добре и здорово использовать. Может нам подарить, может сделать очень хорошую цену. Втед мы поговорим, что нам в какой-то способ помага, или нет. Это просто вопрос помысловости людей. Душим поводением, которые тоже овоцы, потому что одна из куртовников, которая нам oferает нам вкладники на зупы, так оказалось, что могли нам тоже заказать овоцы, поэтому... Рознаймы овоцы... Рознаймы овоцы... Рознаймы овоцы... Рознаймы овоцы... Рознаймы овоцы... Рознаймы овоцы, которые приходят у нас, как можно помочь. Один сок на нем выпил, один, потому что новый столик подарил нам этот столик. Пани, которая организует на Facebookу очень интересную акцию «Шczecin Помогаем потребующим». Есть такая группа. И действительно она тоже помогла, организовала с душе, душе склепо, намиот для нас и так далее. То есть не только можно съесть зупы, можно съесть циасто, напить кавы, херваты. Если кто-то захочет, то можно пригласить нас, спросить, может приносить, например, циасто. Если мы тут, как раз, мы, что никто уже не пригласил с циасто, чтобы не было это тысяча циасто, потому что кто-то съест, но можно приносить циасто. Не, нехто будет тысяча циасто. В разе кое-какт до вас подали мы, czyli www.helpfest.pl, можно найти вас на Facebook. Можно се с вами контактовать. Мы уже, нистёте, musimy поволи закончить, потому что, нистёте, мы, как хорошо нам говорим. Ограничения часовые. Очень хорошо нам говорим. Так что, нам надеюсь, что за какой-то час мы встретимся, поговорим о том, как до той поры удалось работать в этом году, правда? Потому что эта акция допустима будет работать. До марта будем работать. Намавляемо всех до помощи. Мы, конечно, очень намавляемо, чтобы себя контактовать. Если кому-то только какой-то помысл приходит в голове, то всегда на Facebook можно напишать, правда? Докладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова